В Израиле начинается лето. Цветет гранат. Идет светлая седмица после Пасхи. Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Мы могли бы продолжать этот выпуск в том же духе, в духе православных телеканалов. Пасхальный радостный праздничный выпуск. Но ведь наш блог называется Святая Земля сегодня. А сегодня на Святой Земле происходят разные события. В частности, Святая Земля оплакивает людей, погибших на горе Мирон в Страстную Пятницу, а православная часть со смущенным сердцем обсуждает благодатный огонь по зеленым паспортам. Мы решили не лукавить и в этом выпуске поговорить с вами по душам о том, что тревожит нас самих, о чем мы сами думаем в эти дни. Шестое мая 2021 года. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Ну что, у нас необычный сегодня выпуск будет, я так чувствую. Да. У нас просто такие тут события произошли на Страстной, что очень о многом задумались люди, особенно верующие люди. И хочется как-то с вами поделиться, обсудить вместе. Может быть, будем рады вашим комментариям, естественно. Но что-нибудь еще и покажем сегодня. Обязательно. Мы всегда найдем, что показать. Но пока мы сидим в нашем любимом месте, вместе, связанном еще с нашей молодостью, смотрим на стены старого города. И вот, что же у нас произошло? Ну, во-первых, у нас произошла очень страшная трагедия. Пожалуй, такой Страстной Седмицы вообще еще не было в Израиле, на Святой Земле. Именно в Великую Пятницу, в этом году так совпало, у иудеев был праздник Лагба-Омар. Это праздник, ну, чтобы долго не объяснять, посмотрите в интернете, кому интересны подробности. На Пятницу, да. Это праздник, связанный с очень известным раввином, древний раввин Рави Бар-Юхай. Он умер во втором веке, еще учеником был раввина Акивы, автор книги Зоар, известной всем. Ну, он по традиции автор книги Зоар. Книга Зоар – это книга средневековая, но много его почитают как автор книги Зоара. Также его фигура, так же, как и фигура Рави Акива, и Бар-Кохова, и других, связана с восстанием против римлян. Так что тут есть связь и патриотическая, и мистическая, и, я бы сказал, даже мессианская. В общем, у нас его все религиозные евреи почитают. Я думаю, что все, в принципе... Почитают, но есть определенные течения, которые у них особое почитание горы Мирон и этого раввин. И вот на горе Мирон он похоронен. И вот гора Мирон – это одна из высоких очень гор в Израиле, 1208 метров. На севере Израиля она находится. Там, естественно, заповедник, национальная, очень чудесная природа. И там есть структура, здание такое, которое почитают как гроб Рави Бар-Юхая. И он как раз по традиции упокоился в этот день. То есть в день Лак-Ба-Омар – это 33-й день подсчёта урожая пшеницы. Пшеницу начинают собирать сразу после Песох и заканчивают на Шевот, то есть на Пятидесятницу. Это иудейские праздники, которые у нас в стране приняты. На Лак-Ба-Омар все жгут костры. По всей стране такая традиция. Но самый главный костёр зажигается именно на горе Мирон. На горе Мирон разные костры, каждый раввин сжигает. Да, но самый главный большой костёр зажигается прямо на крыше гроба вот этого вот раввина. Я не знаю, Рафаэл, у меня абсолютные здесь ассоциации с благодатным огнём. Но поговорим об этом позже. Это очень дикие ассоциации, но они есть. Так вот, произошла жуткая давка на праздники. Туда собираются 100 тысяч, больше даже иногда народу. И в этом году разрешили всем приехать, потому что сняли ограничения после ковида. Погибло 45 человек и 150 в больнице, до сих пор многие в тяжёлом состоянии. Ну а что тянет людей? Это то, что обычно не понимают светские израильтяне, людей рационалистично настроенные. А почему это трагедия для людей верующих? А я себя считаю человеком верующим. Я когда-то подростковым возрастом пытался быть неверующим, но это у меня не очень как-то получается. Это уже выше меня. Но, короче, обычно люди, которые там университетские, интеллектуальные, думающие, они вообще не понимают, почему в этот день хочешь гора Мирон, иди туда, сделаешь костёр. В Израиле нет никаких законов против костров, можно в любой день. Я знаю, что в Германии, например, в лесу, это надо лицензии для этого. А у нас, иди, я могу тут даже костёрчик начать. Почему надо именно в этот день, именно в этом месте, непонятно, обычным людям. А вот она говорила благодатный огонь. Также у гроба Господня благодатный огонь там всегда горит, как бы иди, забирай. Зачем именно в этот день, когда патриарх молится, когда я даже не иду к вопросу подлинный это или неподлинный, но этот огонь можно получить в любой день, и в тварном виде, и в нетварном виде. То есть нетварный свет, если человек достоин, он в любой день пойдёт к гробу или не к гробу, или даже посидит у себя дома, и он увидит этот свет, и будет у него огонь, как бы всё тело будет, как пламя. Но, то есть непонятно вроде бы, да? То есть тут уже вопрос о вере в чудесах. Чудо благодатного огня. Опять, я не говорю, что это не чудо, это чудо, да? Но отношение у людей иногда к чуду, это как определённый какой-то цирк, который очень много людей туда вызывает. Должны, должны видеть, ну да, это вот такой же момент. Это не зрелище, чудо не может быть зрелищей, не может быть зрелищей, не может быть зрелищей за билетами, не может быть зрелищей за деньги. Никто тебе не может гарантировать, что будет или не будет. Огонь сошёл, сошёл. Да откуда ты знаешь, сошёл? А какое значение евреи вкладывают в этот костёр на могиле Равина Бар-Юхая? Что для них он означает? Они же не говорят, как мы, что это с неба сошедший огонь. Нет, это обычный костёр. Ты тут уже не знаешь. Ну, расскажи. В Зоар и в еврейской мистика, и в еврейских тайных учениях, они никогда не говорят, что огонь появляется нетварно, как мы говорим про благодатный огонь. И, кстати, не все говорят между нами. Но в учении Каббалы, как бы, да, вот, Каббала это не сатанизм или что-то, чтобы люди не начали писать, это просто... Всё равно начнут. Да, начнут. Это тайные толкования Библии. Да, вот, я сам в оригинале читал эти книги, конечно, это с точки зрения юдаизма, они там не признают Христа и так далее, но это... Каббала имеет разные формы. Это не просто какой-то вуду, который занимается практикой. Есть разные философские структуры и так далее. И среди их толкования есть мистическое толкование, что божество — это как пламя, и как бы так же, как пламя — это как одно целое, и там есть разные вот эти элементы или цвета, вот, от синего до вот этого. Это они как бы вот так весь спектрум божественной энергии тоже объясняют. Но в Ветхом Завете же Бог не раз являлся в огне. И неопалимая Купина, и Илья Пророк, когда с неба свёл божественный огонь. Символизм. Просто мы привыкли видеть вот этот духовный символизм только в наших праздниках. То есть, получается, для евреев этот костёр на Лагба-Омер, на День памяти Равина-Бар-Юхая, это тоже что-то связанное с богоявлением? Сознательно или несознательно. Кто-то, как бы, может, это осознаёт и понимает, как бы, а кто-то просто это на уровне подсознания, инстинкта и так далее. Конечно. Ну и вот так же, как на наш благодатный огонь, там точно так же бывает каждый год давка. Притом, в чём разница с нашим благодатным огнём с точки зрения организации? Что у нас обычно бывает огромное количество полиции, которая перекрывает вот в этом старом городе все улицы, которая ограничивает стечение народа. Народ, конечно, давится до удушья в маленьких улочках, потому что запирают железными загородками с двух сторон, понимаете? И выйти некуда, ну ты ж не можешь на небо взлететь. Я сама в этих давках много лет была, и уже дышать нечем, а армия ещё бронежилетами и железками этими давит, ещё уплотняет толпу. Но, по крайней мере, в самом храме гроба Господня за счёт этого вроде бы создаётся давка меньше. Хотя я помню такие давки внутри, что это лучше не рассказывать. Чудо благодатного огня – это не то, что благодатный огонь сходит или не сходит. Это то, что патриарх остаётся обычно жив и здоров, и что никто не давится до смерти, потому что это в любой момент может произойти. И тогда станет для нас большой вопрос. Да? Как у евреев сейчас, после Лагбаумер, для них это один из главных праздников, и как один религиозный, не какой-то безбожник, говорил в интервью, которое задавали, я чувствую, как будто Бог дал нам нож в спине. Нож в спину. Да, это страшное чувство, но я не договорила, что, в отличие от нас, на горе Мирон ещё хуже дела, потому что там практически место, где нет законов. То есть полиция сама боится в этот день туда приближаться. Нет телефонных сетей, нет интернета. Мало того, совершенно верно, там же большая высота и дикая природа, там нет интернета, там нет связи, и полиция, в принципе, как следует, порядок там не наводит обычно. Ну и обычно смертями-то и не заканчивалось, но заканчивалось, как и у нас, ну, жуткой давкой, переломанными, может быть, ребрами там, ну, в лучшем случае, в общем-то, народ как-то справлялся. А в этом году из-за ковида они решили всё-таки как. Понятно, что у нас Ария Дерри, да, всех призвал, министр, чего он там, внутренних дел, по-русски уже забываю, как вы, лучше помните русский язык, чем я, МВД. Он призвал, что давайте все, пусть все приедут, пусть люди порадуются религиозные после ковида, но полиция всё-таки решила, 10 тысяч, больше мы на гору не пустим. Естественно, приехали около 100 тысяч, как это обычно бывает. Естественно, что стали ограничивать, а там для того, чтобы пройти к этому костру, который зажигал этот главный, ну, один из раввинов зажигает главный костёр на крыше гроба вот этого праведника, там нужно было идти по лестнице, и поскольку сдавили людей, не давали им возможности какими-то быковыми путями обойти, ещё как-то всё перекрыли, люди стали падать с этой лестницы, и друг на друга, как карточный домик. Эти кадры есть в интернете, это невозможно смотреть, потому что там погибли и деточки маленькие, и родители слышали своих детей, как они задыхались и кричали, я умираю, и читали последнюю молитву «Шмай Исраэль» перед смертью, это невозможно описать. У нас Пасха в этом году очень странная была, ну, в нашей семье особенно, ну, всех православных, с кем мы говорили, все очень скорбели. У нас даже государство объявило, наша Пасха православная, это был день национального траура в Израиле по погибшим, вот по этим жертвам на горе Мирон. Ну, и вот сейчас, конечно, будет расследование, винят, конечно, полицию, что она неграмотно действовала, нельзя было людей запирать в таком безвыходном положении, нужно было дать им возможность рассеяться, разойти, чтобы они не давились все в одно место, но это, собственно, не наша задача нашего блога, такие вещи разбирать, это уже расследование судебное будет заниматься этим. Конечно, вечная память всем погибшим, нам безумно жалко родителей, и мы, как родители, сами очень это ощущаем, но вообще я бы никогда в жизни не взяла бы ребенка на благодатный огонь, вот честно. Это люди часто нас спрашивают, да, вот я был на благодатный огонь, Анна тоже много раз, я могу сказать, что тут даже не вопрос о том, верю я, чудо, не чудо, это чудо, что никто там не подавился пока, но я могу вам сказать, что каждый год бывают случаи, где есть сломанные ноги, сломанные руки, а просто верующие люди не жалуются, потому что, ну вот воля Божия, ну слава Богу, я пострадал за гроб Господень, я пострадал за это. И также религиозные евреи на Мирон уже 20 с лишним лет, они там терпят всякое, как бы вот там просто очень плохая организация, и раны, и даже смерти, но они говорят, ну ладно, Бог как бы сохранил, святое место праведник спас, а вот в этом году праведник-то не спас, как бы случилось то, что по логике должно было случиться. И такое на благодатный огонь тоже, в принципе, может случиться без проблем. Но это страшное испытание веры, конечно, это трагедия, испытание веры для родителей, потерявших детей, для всех, кто там пострадал, покалечился, погиб. Даст Бог, что в больницах никто не умрёт, что выздоровеет. Все, кто сейчас в тяжёлом состоянии, ещё есть люди. Но вот на самом деле вообще это вопрос веры и фанатизма. В принципе, если так сказать, допустим, человеку обыкновенному, ну почему надо именно в этот день, именно в этом месте быть? Ведь действительно костёр можно зажечь в любое время, поклониться могиле праведника можно в любое время. Благодатный огонь на гробе Господнем горит круглый год. Но люди именно ощущают важность быть в это время, в этом месте, всем вместе пред Богом. Вот это чувство, оно превышает иногда... Как у горы Синай. Превышает всё, превышает чувство самосохранения, чувство безопасности своих детей. Всё-таки вера это или фанатизм? Это некий социологический феномен, связан с верой, но это, я бы сказал, на самом таким базовом уровне, как бы, вот, да. Вот великие монахи, например, подвижники, люди, как Серафим Саровский, или там, я не знаю, вот, Савва освященный им, это было не надо. Хоть Савва сам принял благодатный огонь, он как игумен монастыря Савва имел на это право, как бы... Но неважно, дело не в этом. Но, в принципе, это нужно для того, чтобы народ почувствовал себя как один такой большой субъект, который состоит из разных, как бы, частей, и человек хочет быть к этому причастен. Дело в том, что ты всегда к этому причастен. Сам факт, что ты создан по образу Божию, ты включай в себя всех людей, всю Вселенную, весь мир. Но человек это не всегда осознает, как бы, закрыв глаза и почувствуя это в молитве, в медитации, не знаю. И он должен это увидеть, он чувствует сильный, когда он со стада. И это понятно. Но стадо – это вещь опасная, потому что, если вдруг стадо напугалось, вот напугали, они видели что-то такое страшное, и они стали бегать, они всех могут растоптать. Им уже не важно, кто там. Ну, то, что и произошло, собственно, в Гарри Мирон. Поэтому я к религии для масс отношусь вот с осторожностью, потому что я считаю, что это как бы... Вот я тут с любимым человеком, вот с женой как бы сижу, мы один на один. Вот если я хочу общаться с друзьями, я найду какой-то друг, как бы с ним поговорю. Я хочу сам поговорить с Богом. Я не буду идти как бы в стадион, как бы вот футболный, как бы кричать со всеми для этого. Но есть люди, которые для них это необходимо. И тут это уже дело правительства организовать, чтобы такие мероприятия были сделаны безопасно. Это духовные лидеры должны делать, и всё. Но намного дешевле организовать что-то некачественное, надеяться, что твои прихожаны, они смиренные, верующие люди, они и так счастливы, что они там были, и что они не будут говорить ничего. То есть это как... Ну, у нас в этом году вот решили как раз-таки благодатный огонь, что без ссоров, без споров, это второе событие, которое потрясло у нас на этой неделе. У нас объявили, что вход на благодатный огонь будет только для вакцинированных, то есть только по зелёным паспортам. Ну, если относиться к благодатному огню как к мероприятию, собственно говоря, да, ну, это совершенно справедливое и грамотное решение, как в оперу, в театр, в балет, тоже вход только... В Израиле. В Израиле у нас, да, вот, например, если меня любимая захочет пригласить в оперу или в балет, то, увы, вот я пойти не смогу, потому что у меня пока что нет зелёной карты, я пока всё в раздумьях нахожусь на тему вакцинироваться, мне или нет. Абсолютно только медицинские причины, никаких духовных причин у меня нет. Это связано и только так же духовник меня благословляет, что по медицинским причинам, если я сочту нужным и решусь на этот эксперимент, то, да. Но в любом случае, вот, если относиться к благодатному огню именно так, как к мероприятию, то всё было сделано правильно, грамотно. Но если мы верим, что это огонь, который Господь посылает нетварным образом с неба, если это благодать Божия, фаворский свет, приобретающий форму огня, который зажигает свечи, Нет, Господь не даёт чудеса по паспортам зелёными или синими, или это, конечно, чуть-чуть. Это уже не укладывается. Но просто слабо... То есть, фактически, наша Иерусалимская патриархия, вот я не побоюсь этого слова, если кто-то меня даже слышит из наших отцов, поймите меня правильно, но у меня ощущение, что Иерусалимская патриархия просто подписалась в том, что это считается церемонией схождения благодатного огня. Не чудом, а просто мероприятием, церемонией. Они официально это не объявляют, как чудо. Чудо объявляет телепервый канал, студию сами, они все называют это чудо. Паломники, да. Опять, я не говорю, что это не чудо, но официально Иерусалимская церковь не считает, что это чудо, вот и всё. Ну, то есть, фактически так, церемония зажигания света, огня в алтаре и выноса его верующим существует и в Греции, и существует в разных странах. Есть традиция, свет Христов просвещает всех. Свет воскресения Христова передаётся людям от священника, от алтаря, народу. Конечно, это прекрасные обычаи. Да, но просто, что касается гроба Господня, столько лет ходили дебаты по поводу того, что вот патриарх сказал церемонии, Андрей Кураев сказал то, патриарх Кирилл ответил это. А что считает Осипов? А что считает, вот, меня спрашивали, да, много что считает блогер Анна Мусандреве. Всё-таки настоящий это огонь или ненастоящий это огонь? Сейчас, получается, этот вопрос закрыт, потому что если вход на него по зелёным паспортам, то, соответственно, как этот огонь может быть настоящим в глазах патриарха и священников? Я сейчас не говорю про нас грешных. Я, например, всё-таки до сих пор ещё верю, что огонь-то есть, сходит. Единственное, что я не могу подписаться, сходит ли он сейчас, но то, что он сходил, я в этом абсолютно убеждена. Я сама видела множество чудес, и кому интересно, вы можете посмотреть. Я в том году, как раз в локдаун, делала об этом видео, о благодатном огне. Сейчас вы на экранах видите вверху ссылочку, по которой можно нажать, вы попадёте на то видео. Ну, а чин огня, который был год назад, ещё тоже очень смутил. Ещё тоже многих смутил, но в этом году смутил окончательно, потому что по зелёным паспортам. Хотя мы знаем от знакомых, что те, кто очень-очень-очень хотели пройти, и не вакцинированные, они сильно молились, долго стояли, очень просили, и, в принципе, ну, как у нас и бывает в нашей большой деревне, допустили потом уже какие-то очень маленькие количества. Ну, потому что Израиль всё-таки это не тоталитарная страна. Они могут принять решение, но исключения всегда бывают. Но, в принципе, факт есть факт, на чин схождения, на церемонии схождения благодатного огня пустили официально, только вакцинированные. Но неофициально, конечно, как бы вот, кто хотел, как и каждый год, как бы бывает, как бы полиция видит, что там столько-то мест ещё есть, ну, ладно, пусти этих несколько, ничего не будет, понимаете? Это потому, что у нас Восток. Они потому, что решили пустить всех без зелёных паспортов. Но факт есть факт, паломников нет, поэтому у Явских ворот и у других мест во время даже схождения благодатного огня было очень мало народу. Да, пустой город был. Это даже видно по видео. Если смотришь на видео этот раз схождения благодатного огня, я посмотрел, там видно, что, ну, как бы люди радуются, потому что, естественно, люди сидели, у них был ковид, у них было вот как бы локдаун, и, конечно, люди стоят с этой 33 свечей и счастливы. И я рад, что люди получили это счастье. Но мне кажется, что из-за того, что вход был только по зелёным паспортам, как сказать, сильная какая-то молитва там не была. Я не наблюдал. Я видел, что люди пошли на мероприятия, на весёлые мероприятия, на радостные, однозначно радостные. И я не хочу испортить эту радость ни для кого. Пусть будет всем как бы вот в радости. Но вот ну что-то такое не то. И почему же ты всё-таки не пошёл? Вот я думаю, что люди очень хочется узнать. Я вакцинировался. У меня есть зелёный паспорт, но это у меня есть свои причины, почему я это делал. Да, я знаю, что много считают, что я уже принял печать Антихриста. Я, как Осипов. И у меня есть очень много вещей, которые я не согласен с Осиповым. Я читал, какие отзывы люди ему пишут, как бы человек не молодой, как бы заслуженный академик, православный человек. Ну можно любить, не любить, но такие гадости про него пишут, что просто ну я не понимаю. Люди про все гадости пишут. Было бы желание гадости писать. Это невероятно. А я, главное, небольшой как бы почитатель Осипова. Я святых отцов вообще читаю в оригинальный греческий. Мне не нужен как бы его лекция и все. Но мне непонятно, почему люди так реагируют за то, что он вакцинировался. Но я считаю, что вход только для вакцинированных по зеленым паспортам это нарушение прав человека. Это неправильно. И это неоправданно. И несмотря на то, что у меня даже знакомых, друзей, у них даже были спектакли, я болел, не мог идти. Но в принципе даже если бы я бы сходил, мне как-то неприятно ходить по зеленым паспортам. Я пока свой зеленый паспорт так и не использовал. То есть Рафаэл бойкотировал у нас благодатный огонь. Хотя я просила, я говорю, ну сходи, но ради канала. Он говорит, люди все посмотрят и так. Все это есть в интернете. Да, есть другие люди, которые снимают. Есть трансляции прямые. В общем, там столько фотографов было. По идейным соображениям не пошел, бойкотировал. Как протест, что не должно быть, не должен быть вход в храм по зеленым паспортам. Нет, ребята, это как бы... Но, что здорово, что на все службы у нас был вход свободный. Ну вот, вот в результате такой вопрос, да, знак вопроса. Вот вера и фанатизм. Я скажу свое мнение. Я все-таки однозначно против толпы и однозначно против богослужений или процессий крестных ходов с каким-то чудовищным скоплением людей. Я сама стараюсь на них не ходить и не беру своих детей. Однозначно. Потому что мне кажется, что все-таки Господь не в этом. Даже если угодно Богу, допустим, какая-то очень многолюдная служба или крестный ход в честь какого-то святого. Ну, у нас тоже, да, полно есть. Толпы на день, не знаю, Сергия Раднишского в Лавре, на ход царственных страстотерпцев в Екатеринбурге, на крестный ход. Ну, да, в России тоже полно таких служб, где жуткое количество людей, правильно? Не только служб. Ну, или крестных ходов, да. Но мне все-таки кажется, что это не для всех. Вот так скажем. Если человек одинокий, он сам по себе несемейный, да, и ни перед кем никаких обязанностей у него нет. Вот он действительно вот так вот искренне верит, считает, что... Как экстрим такой. Ну, да, вот такой экстремальный способ поклонения Богу. Ну, окей, это его дело, но если у человека есть семья, тем более дети, мне все же кажется, что это крайне неразумно, и тогда это действительно уже граничит где-то с фанатизмом. Святой меня убережет, Бог меня спасет, но я ведь сам лезу в заведомо опасную ситуацию. Соответственно, тут уже как? Не искушай Господа Бога твоего, да, не лучше ли сделать, я имею в виду про верующих евреев, не лучше ли сделать костер на Лакбаумер у себя дома, да, со своими детьми во дворе где-то. Или вообще не делать. Но не лезть в такую статысячную толпу, конечно, это просто страшная трагедия и очень... Я у меня есть такой... Я работал еще с группами, когда были... Да, у нас сразу воспоминания были про паломников у обоих. Вы знаете, у меня есть инстинкт взять людей на какой-то поверхности, чтобы не оказаться... На высоту. Чтобы не оказаться в какой-то низине, где будут толпы тебя. И вот кто был у меня в группах, он знает, что я никогда не дал, чтобы мои 50 человек оказались где-то... Когда были люди непослушные, ну вот они иногда и пропали. Нет, ну не совсем пропали. Так прям трагично-то. Нет, ну потом они нашлись, в отель вернулись. Пропали. В смысле терялись от группы, отставали. Ну, слава богу, у меня никаких трагических... Нет, нет, у меня тоже. У меня есть знакомых гидов, у которых... Смертельные случаи были, Данит. У нас, слава богу, у Бог миловал. Я всех... Я за то... Меня некоторые до сих пор ненавидят. За то, что я разбудил их в полпятого утра. Как бы вот... Почему утра? Потому что я не люблю стоять в толпе. И я объяснил это людям. Мы хотим спать. А я говорю, не спите, встаньте пораньше. И вы везде... А люди стоят. Пустой храм. Никого нет. Но они такие полуспящие. Вот полуэто. Потом через 15 минут они видят, что уже идут толпы людей, толпы людей, толпы людей. Они говорят, Рафаил, спасибо, что ты нас разбудил так рано. Да, на святой земле надо рано вставать, чтобы везде попасть и не быть в толпе. Точно. Но в этом году вы всё видели. Как было на Страстной, было необычно. Совсем не было народу, это называется так. Ну вот, что я думаю... А как тебе кажется, с паломниками хорошо или лучше без них, как бы? Ну, честно, на службе. Ой, не знаю. Ну, с одной стороны, конечно, было очень приятно, что в этом году мы могли так свободно стоять и без толпы, без давки молиться. И, в принципе, конечно, это беспрецедентная. Беспрецедентная Пасха в этом смысле. То есть, если обычно яблоку негде упасть, то тут мы на ночной службе на гробе стояли в двух метрах от патриарха. Храм был пустой. Народу было меньше, чем в доковидные времена на обычной воскресной службе на гробе. То есть, представьте, с другой стороны, а вот вы знаете, без паломников в старом городе меньше ощущается праздничная атмосфера. То есть, нет, мы, конечно, чувствуем Пасху, да, но ощущения... И были местные русскоязычные. Были, были, но всё-таки нас так мало, мы так рассеяны, что вот это христианское присутствие такое мощное в старом городе, оно ощущается только, когда много паломников. То, что местных мало, мы живём все в разных местах, христиан мало очень в Израиле. Но есть какой-то такой неофициальный приход гроба Господня, мне кажется, можно такое сказать. Ну, у нас по пальцу можно пересчитать. Мы все друг друга знаем, это очень маленький приход. То, что приятно, это, что на пасхальную службу не были случайных людей. Так, и всегда. Священники, священники, прихожаны, люди, это все были знакомые лица, люди, которые или регулярно там последние 3-4 года ходят или служат там, или люди, которые там чуть ли не уже 30, даже больше как бы лет ходят на эту службу. Я лично не хожу каждое воскресенье на эту ночную службу, что детей нельзя будить так рано или поздно, но, в принципе, как бы все там люди как бы знакомые, правильно? Да, да. Ну что, мы немножко засиделись. Я думаю, наши зрители все-таки что-нибудь еще посмотреть, наверное, хотите, да? Не только нас послушать, говорящие головы. Мы доживем до понедельника, и вы увидите много всего интересного. Дай бог, чтобы все было просто мирно, спокойно, без фанатизма. И даже если толпы там как бы вот давятся друг на друга, надо всегда береть себя, хранить как бы разум как бы и не лезть куда-куда не надо. Ну, если что-то будет, мы, конечно, покажем, но вообще мы за позитив. Ну что, пошли погуляем? Пойдемте. 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 Пойдемте.